Фотографировать окружающий мир – одно из главных увлечений Дарьи Мишиной. Будь то опавший лист или цветок, неважно. Девушку интересует красота творения Всевышнего во всех ее проявлениях. Фотография – это, во-первых, для меня то, что можно запечатлеть и оставить на долгую память, так как Дагестан я полюбила именно за горы. Раньше я не была в горах никогда. Дарья по национальности русская. Еще несколько лет назад она жила в Кировской области и исповедовала христианство. Но чувствовала, что в ее жизни чего-то не хватает. Истина пришла к ней после поездки в Стамбул. Окна квартиры выходили прямо на мечеть. И как-то утром я услышала очень-очень громко азан. Я проснулась, помню, и подумала, что это такое, кто меня разбудил. И, ну, мне кажется, вот с того момента в мое сердце уже запали какие-то как бы мысли. Я была в этом городе семь дней. Я наблюдала, как одеваются женщины, как одеваются мужчины. Я смотрела, заходила внутрь мечети. И как бы мне было, ну, стало мне это интересно. Уже дома, в Кирове, Дарья посетила мечеть, где пообщалась с имамом. Спустя всего несколько часов приняла ислам. Потом со временем я начала совершать намаз. Хоть я его неправильно совершала сначала, но сейчас, аль-хамду-ли-ля, меня научили. Я умею читать намаз. Я знаю несколько сур, пусть и немного. Я держу пост в месяц рамадан. Но обратившаяся мусульманка решила, что если необходимо для получения знаний об исламе, то она даже отправится в другой регион. Ее выбор пал на Дагестан. Три с половиной тысячи километров Дарья проделала одна за рулем, не зная маршрута, не имея друзей и знакомых. Все это время, говорит девушка, ее поддерживала Вера во Всевышнего. И в апреле я уволилась. Я просто, ну, я выпросила у мамы машину. И поехала на машине в Дагестан. Я проехала три с половиной тысячи километров. Потом я вернусь, заберу ребенка. И как бы все будет нормально. Преодолев все трудности, Дарья нашла близких ей по духу и вере людей. Сейчас девушка работает в благотворительном фонде «Надежда». И сама уже помогает нуждающимся. Раньше я работала по программе «Подари будущее». То есть для детей из нуждающихся семей я организовывала мероприятие. А сейчас я работаю в пиар-деле фонда. Я непосредственно выезжаю к нуждающимся, записываю с ними интервью, снимаю видеоролики для сбора, пишу их историю в нашем инстаграме. Пусть это не такой незначительный вклад, но я с радостью выполняю свою работу. Новообратившаяся мусульманка привезла в Дагестан своего единственного сына, который тоже вслед за ней принял ислам. Он ходит в садик, там есть исламские уроки. Ему прививают любовь к исламу. Сам он тоже, хоть ему 6 лет, но он произнес шахаду. Принял ислам, осознанно это сделал. Я его не заставляла. И я собираюсь и дальше воспитывать его в исламе. И иншалам мне это удастся. Дарья – активный блогер. В социальных сетях она размещает свои фото, делится впечатлениями о Дагестане и рассказывает о самой себе. Как она в одночасье решила изменить собственную жизнь. Я рассказываю о том, как я приняла ислам, как я живу в Дагестане. И я думаю, что это хороший пример для других. Может это послужит толчком, так сказать, или мотивацией тем, кто хочет принять ислам, но не решается. И на самом деле мне часто поступают одни и те же вопросы, и я отвечаю на них. И были случаи, когда девочки принимали ислам. Совсем недавно русская мусульманка вновь посетила Стамбул. Город, сыгравший огромную роль в обретении ею веры. А также совсем недавно мне захотелось поделиться своей любовью к одному городу, который называется Стамбул, в котором и началась моя история ислама, возвращения в ислам. Поэтому я решила организовать свой тур в этот город, чтобы показать самые красивые места. Дарья ни о чем не жалеет. Дагестан стала ее второй родиной, ну а ислам – истинной и единственной верой. Спасибо вам, Бурзиева. Рамзан Магомедов. Канал «Алиф. Дагестан». Продолжение следует... Продолжение следует...